Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы продолжаем играть в Аллен Уэйк. Итак... Ну что ж, отправляемся в лес, идем дальше. Спеша Клайер Спик, на встречу с похитителем, Уэйк пробирается через темный лес, кишащий жуткими темными существами, одержимыми. Так... Блин, телефон. Что? Что это было, черт возьми? Я видел в окно, я видел там... Что-то было! Не обращай внимания, Барри, это просто я схожу с ума. О, господи, господи. Ты не сходишь с ума. Хотел бы я, чтобы ты просто сходил с ума. Алл, будь осторожен. Оставайся в доме, никому не открывай. Серьезно. Ну, до него походу дошло, что это не шутка. Так... Ладно, что у нас? Пешая тропа. Здесь все разбито. Понятно. Вот там я вижу страницу еще одну. Здесь свет. Так... Это просто... Просто банки мы их подобрать не можем. Там мост. Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Давайте прочитаем. Последние мысли Расти. Перед тем, как сознание покинуло Расти, он подумал о Роуз. Он был старшей девушки, то едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, какой катастрофы обернулся в его давно разрушенный брак. Расти до сих пор носил обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого никогда уже не случится. О какой девушке идет речь? Я просто не понял, что за Роуз. Мне кажется, мы ее не видели. Так, окей. Контрольная точка. Или... Ну, что-то я упустил. У меня очень плохая память на имена, на самом деле. И... Не знаю, почему. Роуз это случаем нет, официантка? Нет, не знаю. Нет, просто не знаю. Может быть, она. Блин. Вороны эти чертовы. Еще одна контрольная точка. А там Лаверс Пик. Лаверс Пик вела туристская тропа. Вы входите в пещеру Лонное Сияние. Секунду, то есть мы можем сюда войти, да? Но нам нужно в Лаверс Пик. Секундочку. Сюда нам не нужно. Ну, может нам сюда будет нужно позднее. Ладно. Пойдемте вы, пойдемте до... Доберемся до Лаверс Пик. Не хочется, конечно, ничего пропускать. Но я надеюсь, что будет возможность... Зараза. Туда вернуться. Телефон, батарейки. Тихо. Вот ведь гады, а. Ладно, валим отсюда. Ах ты. Ах ты. Тихо. Не смейте. Ах ты. Увернулись. Давай-давай, перезаряжай, перезаряжай. Сейчас еще этого лужки. Есть. Есть. Сейчас два патрона. Есть. Отлично. Все. Все путем. А вот там куда-то вниз еще тропа вела, да? Или... Или мы туда попадем сейчас, идя по этой тропе? Ладно. Разберемся. Блин. Я понимаю, что Лаверс Пик это туда. Ну, тут, как всегда, скорее всего, что-то припрятано для нас. Точнее, припрятано для любопытных игроков, которые хотят посмотреть, что здесь есть. Вот, видите, страница еще одна. Хорошо. Барри знакомится с Роуз. Кажется, никто в Брайтфоллс не знал, куда подевался Алла. Его видела только Роуз, официантка и закусочная. И, по словам Барри, Алла буквально провалилась сквозь землю, после того, как вышла из закусочной. Роуз была поклонницей писателей из того разряда, который Алла просто ненавидела. Но она очень старалась помочь, кроме того, она была сообразительна. Хорошо знала, что происходит в городке. Знала много о Барри и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилась, и это было неудивительно. Когда речь шла о женщинах, Барри и Алла редко сходились во взглядах. Так, ну я был прав. Роуз это эта самая официантка. Блин, нужно быть немножко внимательнее к деталям и каменам. Звуки эти... Кстати, разбитая машина. Такая же, как рядом с полицейским участком. И вот этот... Ветер и тьма. Мне написали в комментариях, что это значит, что сейчас нападу. Но у меня тоже такое ощущение. Распекту, да. Да идем, идем, идем. Там в лесу... В лесу вроде ничего нету. Хотя... Господи. Ладно, мне не страшно. Мне не страшно. Ага, вижу, вижу, вижу одного красавца. Ой, еще один. А свет где-нибудь есть? Ну-ка. А, мы его не выжгли. Ах ты! Слушайте, а он сильный? А он сильный? Так, увернулись. Отлично, я просто слышал бросок. Ай, а вот от этого не увернулись. Тихо, тихо. Ну же, есть. Черт. Все, я все понял, я все понял. Все в порядке. Вот он, он. Но вот этот гад, он реально сильный. Мы его выжигали, выжигали. Ему вообще... Хоть бы хны. Ну, вы смотрите, а. Полностью батарейку на него разрядил. Есть, увернулись. Ага, и он выше их ростом. Сейчас, сейчас, есть. Есть одного убили. Ну-ка. Ай, ты черт. Да умри. Убили. Ах ты. Есть. И самое интересное, что они тут же исчезают. То есть тело-то не остается. Вот это странно. Вот это реально странно. То есть, если просто тьма попадает в людей, ну, потом мы ее выжигаем из них. Но она продолжает им управлять. Великое старое, старое дерево. Понятно, сломано. После их убийства они же должны где-то оставаться. У меня есть, правда, подозрение, что мы просто находимся в его романе или что-то типа того. Да уж. Есть ружье. Это хорошо. Это нам пригодится. Здесь контрольная точка. И кто-то дышит постоянно в темноте. Вот это просто жесть. Ладно. Идем дальше. Оттуда мы пришли. Великое старое дерево. Здесь вроде ничего нет. Ну, здесь тоже никаких ребяток я не вижу. Ничего особенного. Вроде примечательного тоже нет. Ну, вот они. Раз. От этого вывернулись. Черт. Черт. Давай, 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 давай. Вот мне интересно, что у него там за фонарик такой, в котором можно быстро батарейку поменять. Ай, ай, ай. Вот ведь зар... Что это все? Ладно, сейчас с тобой из револера заберем. Блин, у нас мало патронов и мало батареек. Батареек все две штуки осталось. Нужно где-то что-то найти. Куда этот свет? А, луна. Кошмар. Ах ты, черт. Ладно. Ладно. Отстань. Давай, давай, погнали, погнали, погнали. На свет, на свет, на свет, на свет. Главное, чтобы он не погас. Уйди нафиг, а. Скотина. Ну, я как знал, а. Есть. Ах ты. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас. Есть. Так, здесь генерал. Ну, там, мы бы это не успели сделать, когда мы за мной лежали. Хорошо, контрольная точка. Все, вроде, вроде ничего не пропустили. Идем дальше. Это можно открыть. Хорошо, батарейки, патроны. Мне тут нравится, как в коробках вот этих. Патроны лежат. Ладно, Уэйк видит символ файла. Я повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика. Вдруг передо мной засиял группа, нарисованный символ файла. Под ним я нашел обшарпанный металлический ящик, спрятанный с большим камнем. Это был целый склад, оставленный здесь не случайно. Батарейки, сигнальные ракеты, патроны, запасы, необходимые, чтобы пережить очень темную ночь. Приготовленный кем-то, кто знал то, что знал я. И даже больше. Ну да, вот только я сказал, что как-то странно, что здесь везде батарейки раскиданы, патроны и прочее-прочее, да? И нам как бы объясняют, что, видимо, кто-то это оставил неспроста. И этот топор в телефоне тоже. Он сказал, что он нашел... ...факел где-то был нарисован. А где? Ну и где? Я вот просто не вижу никаких пометок. Вот, вижу. Так, одержимые, заполненные этой самой темнотой. Так, ладно. Здесь ничего нету? Нет, вроде нет. Ладно. Блин. Это проблема. Это проблема. Есть одного, завалили. От этого увернулись. Шикарно. Мы увернулись? Вроде увернулись. Что, где мы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас проблемки. У нас очень серьезные проблемы. Во-первых, мы куда-то забрались. Откуда я теперь выбраться почему-то не могу. Ну-ка, ну-ка. А почему два удара? Есть одного, завалили. Хотя там топорами кидается. Давайте на свет. Патронов мало просто очень. Лорд спик сюда. Подождите. Он сговорил нам про то, что где-то здесь должны быть припасы для нас. Жесть. Что? Кто? Где? А, вон они. Вернулись ко мне, да? Просто так их не отогнать. Классно, что их все-таки выжигают простые фонари, но у таких слабых. Тихо, 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 тихо. Ух ты, блин. Это было больно. Да ну нафиг, а. Есть. Погнали на свет, на свет, на свет, на свет, Алла. На свет. Давай, 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 давай. Есть. Блин. Где он? Где он? Сейчас он опять появится. Но этих ребяток, его помощников мы завалили. Это главное. А он-то где? И где припасы, которых нам сказали? Я хочу припасы. Дайте мне припасы. Вот он. Вот, его можно только с фокусированным светом движечь. Но. Убили. Отлично. Что здесь написано? Дерево, с которым был сделан этот срез, начал расти в 1846 году, в год подписания Орегонского соглашения. Прочие знаменательные события, отмеченные на кольцах. 53-й год образования территории Вашингтона. 78-й основания горнодобывающей компании Bright Falls из самого города. 89-й. Вашингтон получает статус штата. 1929-й год. Дерево пострадало от лесного пожара. 1970-й год. Горнодобывающая компания Bright Falls закрывается после извержения вулкана под озером Колдорн. 80-й год. Извержение вулкана Святой Елены. 87-й год. Дерево повалено во время бури. Понятно. И вот они, пометки, как бы здесь, ясно. То есть, секунду. Подождите, подождите, это. Извержение. В 1970-м году произошло извержение под озером Колдорн. Это как раз там, где домик был, в котором пропала наша жена. Ладно, здесь ничего не было, по идее. Идем дальше. Идем на Лаверспик. Это что тут такое? Это... А, мы сюда пройти не можем. Почему? Нет, мы можем вот здесь пройти, отлично. Здесь, типа, почему-то все подперто деревьями. А, вот здесь был листок. Прибытие Найтингела. Агент Найтингел не хотел торжать в Bright Falls. Маленькие городки вызывали у него возвращение. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый мужик. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и надраться, но у него была работа. Писателе следовало поймать любой ценой. Секундочку, а зачем он нас вообще ловить хочет? Что за бред-то вообще? Блин. Тихо. То есть, нас еще и ФБР преследует. Ладно, здесь ни черта не понятно. Никаких особых отметок не было. Хорошо, надо вызывать этот сам подъемник. У нас сейчас никто не нападет. Всего три патрона здесь и один патрон здесь. Нужно быть очень аккуратными. Может и не стоило сражаться с этими ребятошками. Может быть было достаточно просто убежать от них. Мне кажется, я не нашел где-то тайник. Хотя, кто меня сыграет? Ладно. Поехали. Пожалуйста, закрывайте двери. Черт. Ну ладно, не давайте без этого. Черт, 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 черт. Тихо, тихо. Тихо. Нет. Окей, кто это? Пошли, нам нельзя мешать. Сейчас еще набегут. Фонарик это для детей. Сигнальная ракета. Это вот, что будет держать этих тварей на расстоянии. То есть это он оставлял припасы? Ты их тоже видишь? Черт, конечно я их вижу. Пошли, нечего стоять. Зачем? Потому что так полагается по сюжету. Да, но пошли. Я там потерял пистолет. У меня есть пистолет, и главное, свети на них. Не сразу, но я узнал его. Он ехал в пароме вместе со мной и Элис. Это он пялился на нее тогда, и он знал, как меня зовут, и мы шли к Лаверспик. Таких совпадений не бывает. Это и был похититель. Он был похититель. Уэйк, ты их высвечиваешь, и я их снимаю. Слушайте, мне кажется, мы пропустили вот ту пещеру. Помните, я решил не заходить, и там, скорее всего, лежали какие-нибудь, наверное, вот они. Ти-ка. Есть. Что случилось? Ну. Да, господи, кто это? Вон тот. Да ты смотри, что творится. От него помощи никакой вообще. Доби. Черт побери, а, гад. Тихо, 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 тихо. Давай, добивай, добивай. Ай, ты черт. Ну, не смей. Вот зараза, а. Я думал, успеем выжечь. Слушай, у нас совсем плохо. Сейчас так загнёмся, нам свет нужен. Лаверспик сюда, вверх по ступеню. Бери из ящика сигнальной ракеты и отгоняй, пока ей не оторвут доски. Давай сюда пистолет. Эй, не пойдёт, Уэйк. Дай пистолет. Некогда языком, молодец, не подпускай их, черт, тебя дери. Ах ты, ёлы-палы. Ну, ладно. Хорошо. Держись, немного осталось, отгоняй их. Всё в порядке, всё в порядке, мне их нужно. Посвети-ка на этих уродов, тогда они сунутся. Тогда они сунутся. Ну же. Ещё чуть-чуть, почти готово. Отчёт, Уэйк открыта, теперь швилились, коли жить охота. Ладно, ещё один подкинем. Так он похитить или нет. Добрый свет. Достигнута контрольная точка. Ну как, тебе лучше, Уэйк? Тепло и светло? Готовься, они скоро нас догонят. Вы входите на Лаверс Пик. Ну это на самом деле утёс влюблённых, наверное, как-то так переводится же, да? Приехали, Уэйк. Последний бой, тут вот ещё сигнальные ракеты. Готовься, будем их бить, пока они кончатся. Дай сюда чёртову пушку, они идут. Так не пойдёт, Уэйк, следуй сценарию. Так, мы взяли батарейки, взяли, 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 всё хорошо. Да что ты, что ты, какой ты у меня... А чё случилось-то? Ну-ка, ну давай, давай, кидай ракету. Я жму, а он не кидает. Всё, вот, есть. Давай, добей этого. Сила чёртов, ты посмотри на него, а вообще стрелять не умеет. Я там вижу, этот самый, как его. Термос свой-то. Тихо! Да, блин, а. Давай, добей, есть. Раз. Ну что ж ты, что ж ты такое, а? Ну и что, ну? Ну? Что вот здесь такое валяется, я не понимаю. А, это просто уже сгоревший, этот самый красный. Сигнальная шашка, в общем, сгоревшая, использована. Ладно, нам нужен сверх. Есть, этого выжгли. Это вот. Давай сигнальную шашку скорей. Этого тоже выжгли. Ну что, давай, стреляй в него. Пойди. Ну давай, ну же. Есть. Есть. Вон там. Есть. Вот тот ещё, смотри, вон вдали. Давай стреляй. Ох, ну отлично. Вейк. Это проще простого. Да ты шутишь, а? Ты попасть ни в кого не можешь. У меня остался всего один фонарь. Придурок конченный, ни в кого попасть не может. Есть. Смотрите, вон ещё один этот огромный. И вот чего делать? И чего делать-то? Ах ты, блин. Вы посмотрите на него, а? Всё заново. Ну что за придурок. Вот отдай мне пушку, чмошник. Блин, а? Ладно, давайте так попробуем. Так, отсюда эти не пойдут. Сейчас они пойдут вот оттуда. Ты что? Выжигай. Ах ты, блин. Стрелять вообще будешь кого-нибудь? Так. Да я же увернулся. Ну что ж это? Что ж это такое-то? Хорошо, хорошо, хорошо. Я всё понял. Я всё понял, я всё понял. Есть. Этого я выжиг. Этого я выжиг. Ещё одна шашка пошла. Есть. Ну, этого выжгли. Давай, добивай его. Что же он за придурок-то, а? Ну вот, что ты будешь делать? Ты посмотри на них. Да пошёл надо. Это бесит. Это реально бесит. Давай, добивай его. Да ладно? Что ты, вот что? Он говорит, проще простого. Какое там проще простого? Он попасть никого не может. Так. Так. Есть. Этого выжгли. Слушай, ну, ну сделай ты что-нибудь. А можешь вот так вот как-то выжечь? Попречь вообще вот там. Наглую. Давай, 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 давай. Выжигайся. Есть. Давай, 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 добивай его. У меня всего одна осталась. Жёсткий там мужичин такой припёрся. Где они его только нашли? Есть. Видишь, пару пустяков. Да прям пару пустяков. Мы с тобой два раза сдохли. Хватит предупреждаться. Где моя жена? Я знал, что ты это скажешь. Я всё это уже читал. Поздравляю, Уэйк. Ты просто невероятный писатель. Ты принесёшь в наш мир нечто великое и ужасное, если только мы обеспечим тебе... хороший редакторский надзор. Что ты несёшь? Где Элис? Мне нужна вся руку пись. Или ей не поздоровится. Давай, подройми я. Вау. Вот это мы зря сделали. А, вон пистолет есть. Это хорошо. Нет, у него Элис. Нету. Он просто шантажирует нас. Ну как сказать? Или ты отдашь мне рукопись здесь? Сильно пожалеешь? Нет. А ну, вернись. Богом клянусь, хоть пальцем тронешь шелезь. Я по башку оторву. Слышишь меня? А ну, вернись. На самом деле, он похитил Элис, и он думал, что рукопись обладает какой-то волшебной силой, и требовал её взамен. Вот только дать ему рукопись я не мог. Нужно было вернуться к баре и решить, что делать дальше. Хорошо. Вот ещё рукопись. Так, Элис боится темноты. Не единожды Элис пыталась объяснить мне, каково это бояться темноты. Для неё темнота была не просто отсутствие света, но чем-то куда более осязаемой. Её можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее собственным разумом, злым и враждебным. Для Элис все привычные вещи, когда их накрывала темнота, превращались в нечто иное, чужое, и не было больше ничего безвредного или безопасного. Только сейчас я по-настоящему понял, что она имела в виду. Ну что ж, друзья, давайте завершать на этом этот выпуск. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски по этой игре, а также другим играм. Кстати, смотрите, здесь краска, и вон куда-то туда спуск, да? И вон там ещё стрелка. Ладно, в следующем выпуске сходим. Удачи, друзья, пока.